здравствуйте добрый день приятно вас видеть воочию вот посмотрел ваши ролики читал писание раньше ну и как бы до места до этого доходил что касается бороды как бы екало внутри ну думаю все же как то может быть это раньше так на этом акцент сильно делали а тут ролик ваш посмотрел ну и уже как бы это понял что надо действительно вот отращивать бороду свату своему сказал не брейся мы с ним вместе ходим церковь говорите ну вот и как бы смотрю слушаю вас а вы живете где я живу в сосновоборске это недалеко вот красноярск но в красноярске вот я видел у вас этот соболиста ну а как его найти я что-то в это поискал skype нету контактов ну думаю может вы как бы сказать но он какой-то ходит храм там церковь или как пересечь это поговорить пообщаться мой мой мир mail.ru зайдите и зарядите его и увидите он там есть да конечно ну все в моем мире я посмотрю если только вот как поговорим я выйду на него может быть у него есть сноска я тогда вам скину внизу не вопрос хорошо у вас какие-то вопросы есть для спасения особых так вопросов нету но слава богу что как бы сказать вы объяснили что есть православная церковь от апостолов идущая священство как говорится перенявшая а я-то этого не знал раньше ну и глаза как бы открылись по-другому я хожу в церковь евангельских христиан-баптистов как бы нам об этом сильно там не рассказывали а я как бы ну как уверовал так и читаю просто писание ну и слушаю проповеди как говорится участвую в жизни церкви семья у меня входит туда а тут как-то вот вас послушал думаю чё ж об этом никогда вопрос то не поднимался я-то всегда считал ну как ну от апостольской церкви они тоже идут я сильно историю не изучал конечно так глубоко не нырял ну а сейчас по и в интернете поинтересовался посмотрел значит ну вот эти все моменты через яндекс там забил вот историю церкви православной и соответственно их бы ну и понимаешь действительно со священством то там нет ничего и вот сейчас молюсь и собираюсь там идти разговаривать с пастором вопросы задавать почему не в эти вопросы не освещаются не поднимается ну то есть получается народ не знает больше всего и вот откуда и куда вот просто растудить что христос создал церковь он говорит создам церковь мою врата да не одолеют матфея 16 18 они же баптисты не спорят с этим много раз читали все об этом все на этом всегда акцент что не оставляя собрания что не одолеют и все понимают что да действительно но то что нет как сказать вот этого как ну то есть приемность приемства этого то нету рукоположения от апостолов нету сама измышленная организация она не относится к церкви христовой то а христос придет за церковью так вот я об этом то и говорю я это вот когда услышал я такой как бы ну даже для меня это было не не но необычно потому что я по малолетству по своему в трехлетнем возрасте крещён был в православной церкви прабабушка моя она православная христианка пилогея матвеевна то есть постоянно молилась соответственно тоже но я я хочу маленький ребенок но молится прабабушка и молится вот и в церкви у меня православная хорошо помню как крестили меня маленького вот а дальше то следствие соответственно никакой связи такой не было но заходил когда он действительно уже в душе вот все вот так вот заходил приходил на службы слушал службы ничего практически не понимая соответственно а потом когда уже возрастая посмотрел вот на это все как вот у вас вы говорите об этом что ну как сказать мракобесие то когда вот эти вот мощи да и все остальное я не мог понять для чего это и почему когда начинаешь писание читать там такого нет а это все навязывается ну а когда познакомился с вот евангельские хитяна баптистами то есть ну ребята молодые здоровые спортсмены я сам спортом тоже всю жизнь занимался вот ну и как бы уже писание это они начинают так открывать ну я так интересно писание начал читать тоже так увлеченно все и как лица я не знал даже что люди православные про чтобы все своем я общался и общаюсь с православными людьми сейчас но никто из них писание не изучать именно вот так как хотелось бы чтобы изучали и именно несли бы это вот от истинной церкви и говорили бы об этом людям вот этого нету к сожалению а сейчас я от вас услышал но я так довольна рад дочке взять им рассказал дочку летом замуж выдал вот свояк у меня тоже вместе ходим он тоже посмотрел вас он говорит слушай это же просто для нас откровение такое сильное получили мы ну слава богу ну вот и все в принципе я вам внизу скину наши ресурсы потому что у нас большой сайт а я уже вас форум форум да я на на ютюбе потом перехожу туда где вы читаете библию то есть начитывайте уже там вот эти ссылочки слушаю сейчас златоуста слушаю о ну как бы там все уже понятно и церковь православная она идет от апостольских времен а все остальные они допустим баптисты 1639 году первая община в роджерс в англии да что 630 1639 христос приходил на землю так от них отошли еще сколько сегодня 21 тысяча насчитывается это я все уже прекрасно сейчас у меня уже все все пазлы сложились как говорится в голове все равно было такое что ну как сказать вот маленький когда у меня сын был у меня три девочки и сын ну двойняшки средние и мы вот раньше часто проходили мимо церкви православной у нас здесь не было храмов сосновоборске а служили службу в обычном доме на первом этаже две квартиры там выкуплены были и там не было даже вывески никакой что храм там или что-то например что церковь не было ну кто знал тот ходил свечки как говорится ставил там но вот общался там а кто не знал он и мимо проходил а мы когда на по пути в больницу от нас было от дома и мы ходили сын всегда когда мимо проходили маленькие он всегда туда меня тяну прям тянул туда вид папа пойдем туда но он маленький был я бы зачем туда ну в больнице надо идти тебя вести он прям вот плакал кириком кричал пойдем туда мы сейчас ему рассказываем он то не помнит я говорю а тогда была там церковь мало кто знал я говорю вот а я всегда прихожу с женей говорю вот у него будет как проходим мимо этого места теперь всегда он туда тянет и зовет Я говорю, что знаю, что нам надо в больнице, проходим мимо. Но и всегда у меня было такое чувство, что, как сказать, писание я читаю, я понимаю, что я даже чувствую, как бы сказать, вот эти все, ну, изменения это понятно в жизни, да, мои мощнейшие происходили и происходят, и Господь работает. Но что, вот, как сказать, есть чувство такое, вот, неполноты, вот такое вот, что, как сказать, ну, как бы вот, ну, в чужом, в чужой лодке ты находишься, вот, а сейчас, как бы, слава Богу, но я единственное, что пока, я не знаю, я еще вот сейчас поговорю со священником в церкви, вот этой, с пастором, скажу, что вы давайте эту тему поднимайте и прям серьезно подходите, потом, ну, расскажу всем там, кому знаю, конечно, что такое произошло, ну, для меня, по крайней мере. И я вот хотел поговорить с Соболевым, чтобы он что отрекомендовал, я не знаю, куда идти, потому что у нас построили сейчас здесь храм в Сосновогорске, есть храм, вот, туда и не идти. Я тут с одним батюшкой поговорил на днях, спросил, знает ли он вас, ну, в Красноярске, он мимо проходил, я говорю, вы знаете, и, да, дядя Тихой Шелапкин, он говорит, нет, не знаю. Я говорю, ну, вы YouTube-то посмотрите, говорю, как не знаете, надо, говорю, знать. Вот, значит, с подвижников-то, говорю, он говорит, хорошо, я посмотрю. Ну, и тоже что-то заговорили так. Он шел на отпевание, там, как бы, заказали ему службу. Ну, и, соответственно, это все за деньги сейчас, и крещение было раньше, и отпевание. Я говорю, а почему вы не живете на десятину, так говорю? Он говорит, а кто бы ее давал? Я говорю, так, а вы же, говорю, молчите, вы же не говорите, говорю, про поведях-то давайте, говорю, говорите. Начал его маленько это так. Я говорю, скоро это, приду, говорю, будем общаться. И пришел я к своему дядьке вот вчера, а он у меня сильно пьющий. Человек такой одинокий, сильно пьющий, молодой, в принципе, 55 лет. Ну, папа был высокопоставлен начальником у него в свое время, в советское время, и сбаловал его. И сбаловал все, что не хочешь, на-на-на. Папа сейчас не стало. Папа был коммунистом у него, дедушка мой. Ну, он не родной был дедушка, ну, это мама моей, как бы, отчим. Но он был хорошим человеком, конечно, все. Ну, он был таким коммунистом, и коммунистом таким, который, знаете, вот он не наворовал никак, хотя сеть серьезную возглавлял. Такой вот остался бессеребрянек. Ну, порядочный человек, а что, как говорят, хороший человек, это не профессия, да, вроде так говорят. Ну, и все. Ей ушел, значит, вечность-то, ветеран войны, а ему ничего не оставил. Ну, а он все избалованный, пьет и пьет. Я его уже как могу, там, не знаю, когда ругаю, когда говорю, давай молиться будем, давай, там, и все остальное. А вчера захожу к нему, а он с работы в очередной раз его уволили. Он следствием, сантехником работает. И захожу, а у него, сейчас я вам покажу, кстати, а у него вот такая вот вещь дома стоит. Это икона, наверное. Так, это на материи написано, нарисовано, а сзади там на какой-то картонке склеено. Я говорю, это что такое у тебя? Он говорит, это на работе у меня было. Если хочешь, говорит, забирай. Я говорю, конечно хочу. Я говорю, ну, взял и пошел вот этого бабушку, которого встретил, говорю, а вот это можно считать иконой? Он говорит, ну, покажи, я показал. Он говорит, ну, хорошо написано. Да, я говорю, а осветить надо? Он говорит, надо, приходи, осветил. Сто рублей. Я говорю, не вопрос, спасибо, что не пятьсот. Ну, он так сказал, я что ему скажу, как бы. Ну, вот сейчас хочу рамочку заказать. Вас как звать-то? Михаил, меня зовут. Михаил. Так, а вы знаете, Юрий где работает? Нет. Он преподает в академии и преподает в университете и ведет занятия при епархии Красноярской. Не знаю. Он очень умный и хороший. Вы обязательно с ним сойдитесь. Не вопрос, я как бы... Все, нет, все, что нужно церковь, храм. Тем более он там, узнать, если вы в православной церкви не были крещены, надо принять крещение. Я в трехлетнем возрасте был крещен. Когда мне было три годика, я помню, хорошо. Надо узнать, как крещены, кто крестил. Хорошо, нет, я скажу ему... Ну, Юрий вам все поможет. Да, я скажу ему. А жену, жену свою, Наталью, я крестил. Она уже зрелая в возрасте, в зрелом. Так, знаете как? Давайте как. Вы мне сейчас внизу скиньте свой телефон. Хорошо. А я его Юрию перешлю, и он вам перезвонит. Хорошо, хорошо. Так, а если у него не отобразится его данная, значит... Ну, у меня телефон-то где-то был, я не знаю. Вот, у нас очень хорошее отношение. Он очень хороший человек. Ну, я видел ролики, вот посмотрел, ну, а думаю, как вот... Я скину телефон, конечно, пускай и созвонюсь обязательно, и как бы для дальнейшего общения, и вообще мне как бы... Ну, все, я доволен весьма, что... На этом, знаете, конечно, все это неблагополучно, вот за деньги то другое. Но больше ничего не сделаешь. Это церковь. Так нет, а я ничего не сделаю. Он мне осветит, как бы я поблагодарю его, а дальше скажу ему это. Вы пока деньги-то не носите священнику за икону-то. Вы с Юрием встретитесь, он все сделает бесплатно. Хорошо. Отнесет. Не надо это. Потому что священнику надо отдавать десятину, даже больше в сто раз, может быть. Но не за это платить. Игнатьич, еще такой момент у меня. Я вот работаю, как бы... Ну, вообще, я в свое время служил в спецподразделении. Я участник боевых действий. Но у меня, как бы, такие были ситуации, что, слава богу, я никого не убил. Ну, вот так Господь отвел меня. Были командировки, но они были такие, что... Я говорю, я людям рассказываю, нас и бомбили, и все. А мы, говорю, как бы... Ну, ходили на посты, охраняли блокпост там в Грозном, прям в самом. Я говорю, ну, ни в кого нам не пришлось стрелять. И в нас тоже сильно не стреляли вот именно так, что в атаке никакие не ходили, ничего. Ну, слава богу. Вот. А сейчас я работаю. У меня товарищ, значит, открыл свою давно фирму. Похоронную он открыл. Я сторожем вообще работаю. Как бы по ночам сторожу. Там магазин небольшой у нас есть. А он, у него водитель заболел. И он меня попросил, ну, выручить его. Заболел водитель. А он, как бы, это занимается... Вот организация похорон, помогает людям. А я водителем на газели на этой вожу там усопших. И команду его, которая погребает. В этом же нет ничего такого карамольного. Нет ничего нет. Мы все смертные. Нет, я в том плане, что, ну, как бы мы ездим там. Я Евангелие читаю этим ребятам. Они с репцентра зависимые попадают. И у них есть там организация, называется Возрождение. Они где могут только зарабатывать. Но он с ними контакт поддержит и берет оттуда ребят на похороны. Ну, что, он им денежку пересылает. И они на это питаются. Ну, и как бы, ему вроде бы неплохо. И им тоже есть чем-то нему. Мы с вами договоримся. Сейчас вы телефон мне скидываете. Я Юрию пересылаю. Прямо сегодня же. И он вам сегодня уже перезвонит. Дальше вы встретитесь. Все остальное он уже подскажет и сделает. Он православный, настоящий. У него близкое знакомство со священством есть. Он преподает в епархии. Ведет занятия. Хорошо. Отлично. Я рад. Слава Богу. Все. У вас больше нет вопросов? Да нет особых нет. Ну, все тогда. У нас все выставляется в интернет, записывается. Вы не против? Да я знаю. Я не против. Во славу Божию. Да, слава Богу. Благодарю. Спасибо, Христос. Спасибо. Помиловать вас Господь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...